ВОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы с вами находимся в особом месте, в Первую Балканскую войну и в Первую мировую войну. Именно отсюда сестры Милосердия и Верская община уходили в Сербию. После торжественного молебна, на котором присутствовала покровительница общины Великой Княгини Елизаветы Федоровны, она собственноручно одаривала каждого нательным образком. После этого они отправлялись на вокзал и в Сербию. ВОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Когда я первый раз приехала в Сербию, а было это около 10 лет назад, я полюбила эту страну и полюбила ее народ. Мне стала интересна ее история и мне захотелось узнать, что же сделали русские для Сербии. Но ни в Сербии, ни в Руси не могла найти книга, которая собирает информацию о медицинской и humanитарной помощи русского народа Сербии, током Балканских и Првог святского рата, иако е у српском народном сећању дубоко утиснута захвалност, о чему се осведочила историћарка Галина Игоревна Шевцова. Я немного даже растерялась, подумала, как так может быть? Ведь всегда все знают, что русские и сербы – это братья. После этого я поехала в архивы, в библиотеки, стала искать все то, что могло мне помочь в поиске ответа на вопрос, чем помогли русские сербам в начале 20 века. И работая в архивах Москвы, Петербурга, я нашла довольно много материала. Ну, здесь хотелось бы назвать в первую очередь документы Российского общества Красного Креста, которые у нас хранятся в полном объѣме. Ну, если говорить в общем, то российская помощь, и в первую очередь помощь Российского общества Красного Креста Сербии, имеет очень давнюю историю, и началась еще до того, как Сербия стала незаисимым государством. И здесь мы можем видеть, например, вот отдельное дело по этому, в котором содержится переписка о награждении сотрудников Российского общества Красного Креста, российских добровольцев, врачей, сестер милосердия, сербскими наградами. И вот, например, подлинные патенты на ордена сербского князя Милана Абреновича, которыми были награждены русские врачи. А затем, безусловно, помощь оказывалась и в 1877 году, во время русско-турецкой войны. И далее, следующая помощь была оказана и во время Северо-Болгарской войны 1886 года. Конечно, помощь оказывалась и во время Балканских войн, но самый большой объем и самая большая война – это, конечно, Первая мировая. Наш архив является самым крупным в России хранилищем документов Первой мировой войны, одним из самых крупнейших в мире. И, безусловно, дела о помощи Сербии у нас тоже хранятся. В архивах было работать очень интересно, но довольно сложно, потому что нет ни одного фонда, где бы можно было найти материал на эту тему сразу. Приходилось распутывать именно как клубок. Это было очень много адреналина, потому что не было в одном месте материала. Мне приходилось искать какие-то зацепки, потом раскручивать какие-то версии, возвращаться к чему-то снова и идти дальше. Книга «Руска добротворна помощь Сербии у ратовима от 1912. до 1917. Галине Шевцове» появилась в 2010 году и на русском, и на српском языке. Эпископ Женевский и западноевропский Михаил у предковору ће записати. Током 20. века, словенски народи су за човећанство поднали лавовски удео у патњама, мучеништву и храбрости. Овде нам се приказује слика саучећа и помоћи, које су српском народу током ратних година пружили медицињске мисије Руске империје. Руски народ никада неће заборавити како је кралљевина Югославија, чак и после разаранја која је претрпела, руским људима, избаченијм из нихове отачбине после 1917 година, пружила љубав, саучећће и помоћ. Балшу роль в помоћи Сербии сыграла императарская семья. Малоизвесный факт, што велико книгиня Елизавета Фёдоровна, провожала каждую сестру, которая отправлялась в Сербию лично. А сёстры Иверской общины, которой она была попечительницей, участвовали и в Балканской, и в Первой мировой войне. Это такое знаковое место и для москвичей, потому что это была одна из лучших больниц, которая лечила москвичей, и самых лучших сестёр. Это были самые лучшие, самые квалифицированные сёстры. И они были, как только в Сербии возникли грозные события, именно они были направлены туда для того, чтобы помогать своим сербским братьям. Мы сейчас находимся на территории бывшей Иверской общины сестёр Милосердия. Полное её название – Иверская община сестёр Милосердия Московского общества, Дамского Красного Хреста. Храм этот построен в 1901 году. Сейчас здесь комната, в которой мы расположили экспозицию, посвящённую истории нашей общины, нашего храма. Но прежде это был переход из здания, где находилось первое помещение нашей Иверской больницы, Иверская, где жили сёстры, где они трудились, учились, помогали больным. Это помещение находится вот здесь, вот за моей спиной. Вот здесь был проход, комната, и там вот это первое здание, самое старое здание Иверской общины. По этому переходу сёстры переходили в помещение храма и оставались во время молитвы на хорах, вот на этом балконе. А здесь у нас находится главный экспонат той эпохи. Вот крест сестры Иверской общины. Здесь он подписан как раз. А сзади выгравировано имя его хозяйки. Это сестра Александра Свешникова. А надпись, которая здесь написана, слова евангельские, слова Христовые. Больше сия любви никто же и мать, да кто другу душу свою положит за други своя. В мирное время сёстры, которые здесь жили, трудились и помогали больным, которые сюда обращались, ну, гражданским жителям города Москвы. А в военное время они все собирались в отряды медицинские. Собственно говоря, жизнь этой общины в мирное время была подготовкой к вот этим таким особым поездкам военным. Это была идея, собственно, организации. И вот эти юные девушки, женщины, которые сюда приходили, у нас есть кое-какие фотографии их, совершенно удивительные лица, такие несовременные, такие одухотворенные лица. Эти юные люди, хрупкие, так сказать, люди, они отправлялись на театр военных действий. Здесь, конечно же, перед отъездом, перед отправлением отряда, служил самолебен, молились Богу здесь эти люди, о том, чтобы Господь помог, о том, чтобы Господь сохранил их, помог сделать доброе дело, вернуться домой, в конце концов. Елисавета Фьодоровна я исправила милосрдне сестри на фронт и свакой на поласку покланяла икону как израза хвалности за их доброчинство и брегу о раненима. За моей спиной находится мемориальная доска. Эта мемориальная доска, насколько мне известна, чуть ли не единственная в Москве, древолюционная мемориальная сохранившаяся доска, посвященная память и посещение этой общины, двух святых людей, причисленных в ликв святых, императрица Александра Фьодоровна и ее сестры Елизавета Фьодоровна, великой книгиня. Елизавета Фьодоровна е била стария сестра последней русской царите, Александре Фьодоровне, супруге цара Николая II. Романова. Елизавета Ели, у Русији су је звали Елизавета, била је черка британске принцезе Алисе и унука кралјице Викторије. Елизавета Фьодоровна се удала за великог кнеза Сергеја, сина русског цара Александра II. а после његове погиби је, у атентату 1905. у потпуности се посветила Богу и добротворном раду. Говоря о делах милосердия в годы Первой мировой войны, конечно, мы должны вспомнить имя великого русского святого Сергеја Махаѐва. Я стою сейчас около его иконы в новом Спасском храме в селе Усово, где Сергей Махаѐв жил, где жили его родители, где жила вся семья Махаѐвых. Отец Сергеја Махаѐва, Константин Махаѐв, был настоятелем Спасского храма в селе Усово 50 лет. Здесь рос его сын, маленький Сергий, здесь он произрастал, и здесь заприметила его великая княгиня Елизавета Фёдоровна. Этот человек нам стал известен как законно учитель Иверской общины милосердия, человек, который провожал санитарные поезда, благословлял сестер милосердия на помощь воинам и раненым в годы Первой мировой войны, в годы Русско-Турецкой войны. Нам известно, что в 1915 году под его благословением уходили отряды сестер милосердия, отправляли санитарные поезда в Сербию. Этот человек сыграл огромную роль в жизни Иверской общины. Его знакомство с Елизаветой Фёдоровной было не случайно. Здесь находилась резиденция великого князя Сергея Александровича и его супруги, великой княгиней Елизаветой Фёдоровной. Сергей Александрович е детинство провел на Илинском иманју у царской резиденции Александра II, где се налазила црква пророка Иллије, познатја как Илинский храм. Великий княз Сергеј Александрович на следју иманје, а после венджанја с великом княгинјом Елизаветом Фёдоровном, английском принцезом Эли, 1884. на иманју проводи медени месец. И именно в Иллијнский храм Елизавета Фёдоровна впервые приходит сюда на православное богослужение. На тот момент времени она ёсчо не православная княгинја, а протестантка. Только через семь лет она примет православие. Преку грозь, Аллијуја, Аллијуја, Аллијуја. Аллијуа, Аллијуа. Субтитры создавал DimaTorzok Ильинская пользуется почетом у многих монарших домов Европы. Сейчас я стою на том месте, где проходила главная дорога от императорского дома из Ильинского прямо ко входу в храм. Императорская семья проходила здесь. Елизавета еживела у Ильинском сведо-трагичне смрти великого кнеза Сергея 1905 године. По преласку у православну веру и после губитка супруга, Елизавета Федоровна постая велика добротворка, због чега је болшевици 1918-те хапсе, а потом и убијају. Но Елизавета Федоровна, великая княгиня, сыграла особую, конечно, роль и в жизни этой общины, и в жизни вообще дела милосердия на Руси. Она была попечительницей от начала этой общины вместе со своим мужем, великим князем Сергеем Александровичем. А после его гибели не оставила попечением своим эту общину, но центр её, так сказать, жизни переместился в Марфо-Маринскую общину, здесь по соседству на параллельной большой полянке улицы на Большой Ордынке. Также при Марфо-Маринской обители есть замечательный храм, который построила великая княгиня. Этот храм был построен по проекту Щусева, известного архитектора. Этот храм построен в псково-новгородском стиле, он является жемчужиной замоскворечия в Москве. И внутри храм был расписан известным художником Нейстеровым. При Марфо-Маринской обители в времена Великой княгини был лазарет для военных, все солдаты раненые. Великая княгиня была шефом полка, Драгунского Черниговского полка, и солдаты имели возможность лечиться в лазарете Марфо-Маринской обители и в лазарете Ильинском, в поместье великого князя. Субтитры создавал DimaTorzok Мы находимся в покоях Великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой. Елизавета Федоровна объединила вокруг себя множество сестер, сестер было более ста человек, трудились здесь от крестьянок до княгинь, и Великая княгиня вместе с первыми 17 сестрами приняла обет сестер милосердия, что составляло обет целомудрия, обет нестяжания, обет послушания и обет милосердия. Великая княгиня также создала комитет о помощи семьям военных, призванных на войну. Великой княгине обратилась сербская поданная, муж которой был призван на войну. И Великую княгиню просили о помощи. Великая княгиня обратилась в комитет, который она создала в 1914 году, о вопросе помощи сербским семьям. И также есть такая информация, что в 1916 году в обители приехал сербский министр, президент Пашич, которого Великая княгиня благословила иконой Николая Чудотворца. Великая княгиня премьера Руси и Србије, русского и српского народа. Та связь о солидарности с братьским и словенским народом је било дубоко укоренено русском друштву. Руска елита, интелектуалци, универзите, академия наука, руска аристократия, руско племство. Већ око 19. века светимо са, рецимо, Пишевог дневника Федора Михайловича Достојевског. Многи угледни писи, книжевници, композитери су чланови Словенскиј добротворни комитета. Прима томе, 1914-15 година је врхунац једне свести о томе да Словенски братски народ на Балкану пати, да му треба помоћи, и Русија је заиста и сама изложена огромним неволјама, и унутар, и на фронту, али и унутар земље, некој врсти, како би, некоју, унутрашњег обструкције и тако далје. Учинила је све, што је могла да помогне Србије и Србскому народу, 1914-1915 година. Как только извести о начале војны достигли Росије, практически по всей Росије прокатилась волна демонстрациј патриотических в поддержку Србскога народа. И вскоре начались сборы средства. Здесь Росије сыграла православная церковь, которая разрешала тарелочные сборы и различные целевые сборы. И от эти сборы шли и непосредственно на помощь Сербам, и на поддержку различных славянских организациј, которые тоже, со своју очередь, организовывали помощь Сербии и Черногорије. Росије не желала Росије, а не желала Росије. Росије се стрела да ги избегне, ако је могуће. Већ каѓе дошла у ултиматум, Пашић истог дана се обраћа и Французској, и Росије, и тража 60 млн. динара. Већ 9. августа 1914 г. Мирослав Спалајковић, иначе сјајан, брилјантен дипломата, свевременно конзул у Приштини, тражи од русске владе 5-6 млн. кредита за набавку, элементарне војне одеће, обуче, шатара, элементарне војне опреме. В ноябре 1914 г. в Петрограде был организован комитет помощи Сербии. По высочайшему разрешению почетное председательство взяла на себя княгиня Елена Петровна, дочка короля Петра. Этому комитету сразу же пришлось включиться в работу. На выделенной Петроградской городской думой 20 тыс. рублей был организован большой транспорт теплых вещей и медикаментах в Сербию. Вскоре этот комитет собрал деньги на большой транспорт вещей. По просьбе короля Александра теплые вещи и медикаменты были собраны для армии. Одной из самых активных организаций в Москве, помощь Сербии, был Московский славянский комитет, который находился на сербском подворье. Уже к декабрю 1914 года они собрали большой транспорт теплых вещей и медикаментов для Сербии. Позже они продолжили свою работу. Первые медиканские миссии стыжат из Руси, а потом приходят британские, американские, французские и т.д. Как вы знаете, Сербия была поделена, по поводу санитета и военных миссий, а на больше, как бы их было, подручья русские военные миссии, уже в септембре появились две. Угубно их было пять. ПЕСНЯ 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 Солдату. Это тоже сцены госпиталя, как помогают раненым добраться до перевязочного пункта. Здесь место определённо где-то на Русском фронте. Вот в доме сербского консула Мазурина женщины-москвички шьют бельё для сербских раненых. Позже это бельё через вклад Красного Креста отправлялось в Сербию. Одним из первых иностранных отрядов, а именно первым санитарным отрядом, который был в Сербии в Первую мировую войну, это был отряд Славянского благотворительного общества, который приехал вместе с отрядом Александра Павловна Гартвик. Но отряд Гартвика проследовал в тыл, в Первую резервную больницу Ниша. А отряд Славянского благотворительного общества остался на передовой и позже был отправлен в Валево. А так как хирурги в этом отряде были очень опытные, то им отдавали в первую очередь самых тяжёлых больных. И они работали с самыми тяжёлыми хирургическими больными. В отдельные периоды больница Сычёва содержала до 600 кроватей. Славянского благотворительного общества мы можем сказать еще и то, что другая русская супруга, а у Русского аббасадора, который наследил поклоню Гартвика, господина Трубецка, также приложила 100 000 рубаля, и они были первые организации этой большой русской помощи, которая кремла к Србии. Русского хуманитарного работа был и в Нишу. Там была большая больная больница. В конце 1914 года, как и коллегица Шефцова о том прекрасно писала, формировал комитет за помощь Србии и Србии, на чьем челу стои епископ Нишки Доситеј, а, конечно, организованное участие, и сребица организовала русский посланник Трубецкој и господина Трубецкој. У извештају от 16. децембра 1914. година, кнез Григори Николаевич Трубецки поставља и питање избора персонала, узимајући на првом месту у обзир способност коллективног рада под изузетно тешким условима, подвукавши да су услови рада у Србији толико необични да изазивају такве потешкоће да врло мало људи може то да издржи. Тако је сматрао да је важна организација административног дела мисија, што је значило практично независно управљање и снабдејање, императорски посланник је предпостављао да само ако се те особености узму у обзир, руска помоћ може бити делотворна и да ће тек тада одговорити високом месту које ужива руско име у Србији. Гдето в этих местах был дом кнеза Трубецкова, российскога посланника в Ниша. Кога он уехал в Србију, то написал письмо своји сестри, княгине Гагариной, которая возглавляла одно из отделений попечительства о бедных и беспризорных детях на Арбате, чтобы она помогла ему с материалами санитарными, с дезинфекторами и дезинфекционными аппаратами, потому что главной проблемой в Сербии в тот момент был ТИФ. Она, княгине Гагарина, возглавила комитет помощи Сербам и Черногорцам. Несколько раз они проводили сборы средств в Москве, помогала Московская городская дума. И в результате все эти материалы и специалисты вовремя выехали в Ниш и помогли в борьбе с болезнями. Я бы хотела рассказать немножко о Надежде Марцинкевич, это врач земский. Она имела большой опыт работы в провинции и как хирург, и как ветеринар. И когда я работала в архиве, я о ней узнала очень интересную деталь. Оказывается, она хотела ехать в Сербии еще в Балканскую войну. Но тогда не случилось. Приехала вместе с отрядом княгини Трубецкой. И она была эпидемиологом, имела большой опыт работы и с эпидемиями. И именно она возглавила первое заразное отделение в Ниша. Это была молодая, самоотверженная женщина, которая даже когда заболела ТИФом, продолжала руководить своей больницей. Сербские лекарства были очень пожертвованы. Но мы можем сказать, что без помощи русской эмиссии, которая пришла в Сербию и которой я руководил доктор Сићев, много что би было тяжело. Они су помогали от самого почетка. И чак когда је стигла австроганская войска и когда је заузела Вадљево, одна русская лекарка, Сошинска, осталась для преда эту больницу австрискою војной управе. К началу Первой мировой войны, к августу 1914 года, в Российской империи было немногим более 18 тысяч врачей. А военных медиков, военных врачей, было всего лишь немногим более трёх с половиной тысяч. И выпускало их единственное учреждение, это императорская военно-медицинская академия. И, конечно, когда началась война и был массовый призыв в армию, врачей не хватало, поэтому очень активно стали призывать в армию врачей гражданских. Из политической истории мы хорошо знаем, что ведь никто не готовился к столь длительной и столь тяжёлой войне. И в этом смысле, конечно, для русской армии Первая мировая война стала колоссальной, колоссальным послушным испытанием, которое, в общем и целом, русская военная медицина выдержала. Надо заметить, что применительно к военным действиям именно Первой мировой войны существовало несколько принципиальных особенностей, отличавших Первую мировую войну и действия медицинской службы русской армии от всех предшествующих. Ну и, наконец, напомню о том, что весьма значительные задачи были, конечно же, в этой ситуации поставлены перед медицинской наукой. И, конечно же, вот в частности, ранение в голову, эта проблема дала очень мощный импульс нейрохирургии. Россия не была готова к этой войне, и это отразилось в том числе и в том, что медицинская служба также была не очень к этому готова. Ну, например, снабжение, материальное снабжение инструментами для русской армии осуществлялось по каталогам 1895 года, где были инструменты с деревянными ручками, которые не выдерживают стерилизации. И вот это отставание надо было очень быстро преодолеть, и надо сказать, что путем таких героических усилий в течение двух-трех лет к концу 1916 года удалось более-менее выровнять вот то отставание, которое имело место к началу Первой мировой войны. Здесь представлены инструменты периода Первой мировой войны. Особая проблема возникла с хлороформом. Дело в том, что до начала Первой мировой войны хлороформ мы приобретали в Германии. И как только начинаются военные действия, перед медиками, врачами встает проблема безнаркозных операций. И наш известный ученый Борис Ильич Збарский сразу в 2014 году начинает активно заниматься разработкой нового способа производства хлороформа. По сути, ему приходится по-новому его открыть. И в 2015 году это ему удается сделать. Он открывает медицинский хлороформ и налаживает на Урале производство хлороформа. Вот перед вами баллон для хлороформа, маска наркозная, то, что использовалось во время операции, во время Первой мировой войны. Здесь же представлены стерилизаторы хирургические инструменты. И на этой фотографии наши выпускники зауряд, выпускники медицинского факультета Императорского Московского университета зауряд-врачи. Это врачи, которые прошли ускоренную подготовку, то есть они учились 4 года и получали статус зауряд-врача и отправлялись на фронт. Все клиники нашего университета были переоборудованы в госпитале во время Первой мировой войны. Здесь медицинские инструменты, которыми пользовались врачи. И в этой витрине демонстрируется фотография как раз в момент оказания помощи раненым, которые лечились здесь, в наших клиниках. Портрет сестры милосердия. Известно, что многие женщины самоотверженно оказывали помощь раненым в больницах, в клиниках и на фронте. Известно, что великие княжны все были сестры милосердия. Это очень было традиционно для того времени. Мы находимся с вами у щитов, которые рассказывают о врачах, которые участвовали в военных действиях, лечили раненых, и впоследствии многие из них станут выдающимися и прославленными известными врачами. В частности, на фотографии изображен известнейший наш хирург Сергей Иванович Спас-Кукотский, врачи Юдин и Брюхоненко, которые впоследствии стали изобретателями первого аппарата в мире искусственного краеобращения. И на самом деле большинство наших врачей во время Первой мировой войны ушли на фронт, потому что врачей действительно не хватало. Россию и Сербию всегда связывали тесные дружеские отношения. Не только дипломатические, а именно добросердечные дружеские отношения. Я бы это хотела подчеркнуть. И поэтому в альбоме безусловно отложились фотографии, посвященные Сербии, посвященные военным действиям на территории Сербии, посвященные актам милосердия со стороны российских военных, со стороны благотворительных организаций, братскому сербскому народу. Хочу обратить ваше внимание на фотографию, которая, на мой взгляд, символизирует милосердие в целом. Вы видите сестру милосердия перед убитыми в годы Первой мировой войны. И вот эта работа по оказанию помощи раненым, особенно благодворительными неправительственными организациями, шла очень часто под эгидой императорской фамилии. Вот на этом слайде вы как раз видите Николая Второго со своей женой и двумя дочерьми, окруженные медсестрами Красного Креста. А здесь очень любопытный сюжет, когда императрица ассистирует хирургу Вере Гидроидс. Это была одна из первых женщин-профессоров хирургии во время хирургической операции. Все предметы, которые представлены здесь, они в основном подлинные, отражают ту эпоху, то время. Мы все это делали самостоятельно, включая вот эти укрытия, которые сделаны по фотографиям и реконструкциям, которые мы находили в книгах. Наибольший интерес, наверное, представляют личные вещи императорской семьи. Известно, что и Александра Федоровна, и ее дочери участвовали, оказывали медицинскую помощь раненым военнослужащим. Они состояли в переписке с некоторыми из них. Например, здесь представлены гетеры, которые Александра Федоровна связала для капитана Сыребоярского, отправила ему на фронт. И в русском государственном военно-историйском архиву находятся документы под названием «Помоть русского червеного крста србском червеном крсту», которые выполняют свидетельства о помощи которой Россия слала Србии в Первом святском рат. Вся эта громадная работа что была проделана русскими людьми и славянскими организациями в первый год войны была продолжена в 1916-1917 годах. Однако, теперь стали помогать бежанцам, военно-пленным и на теление окупированной Сербии. Однако, разговор об этом еще впереди. Русская помощь болезними и раненим србским војницима коју је организовало Руско Друштво Црвеног Крста, приватна лица и организације развијена током Балканских ратова. У Великом рату одиграће незаменљиву улогу за спас србског народа. Припадници Руске медицинске помощи као једне од бројних иностраних humanитарних мисија које су се одазвале позиву ратовима изцрпљене Србије и после окупације и повлачања војске наставиће да прате судбину санитета српске државе у егзилу. Србије аном Øрли modér Субтитры создавал DimaTorzok